Вопрос, связанный с валютным курсом, интересовали очень узкий круг людей, которые были ответственны за поддержание фиксированных курсов. А сейчас все интересуются, чем занимался Центральный банк. Тем, что он занижал курс рубля. Каким образом? Проводя регулярно валютные интервенции, покупая иностранную валюту, в том числе американский доллар. А сейчас команда противоположная. И Набиолина растерялась. Она даже как-то заикалась, а, собственно говоря, почему нас обвиняют? Мы не занимаемся валютными интервенциями, мы просто накапливаем валютные резервы. То есть, понимаете... Это такое хорошее и удобное объяснение. Да, да, да. Но теперь это что Алимина Набиолина будет делать? Да, она не задумывалась над этим. Она пришла в 2013 году, ей просто объяснили, что она должна делать, а зачем, для чего, она не интересовалась. А тут вдруг окрик из океана, а Россия, оказывается, занимается валютными манипуляциями. И тут она задумалась, и она испугалась, сказала, какие манипуляции, мы просто накапливаем валютные резервы. Ее, собственно, за это не раз признавали лучшим сотрудником Центрального банка в мире, по версии величей издания. Конечно, конечно. А теперь, получается, она все делает неправильно. Она должна делать теперь все с точностью до наоборот. Она будет делать все с точностью до наоборот? Я не знаю, она, конечно, в полном шоке, в параличе, потому что, ну, казнить нельзя, миловать. Чего делать-то? В какую сторону грести? Но хочется верить, что у нас, наконец, вот теперь с подачи Дональда Трампа появится шанс на укрепление российской валюты. Я поэтому полностью поддерживаю инициативу американского президента, поддерживаю, значит, предложение Минфина Соединенных Штатов о том, что надо наказывать валютных манипуляторов.